Полковник постарался сказать это настолько твердым голосом, насколько мог. Мне самому расчет подбирать или как? Так мы же вроде договорились. Генерал достал из кармана очейщик, надел очки в роговой оправе, перетянутые узким кусочком скотча в соединении правой дужки. Потом из другого кармана выводил листочек, развернул его, продолжая говорить себе под нос. Ну, поедут твои ворошиловские стрелки, которые стрижа подпили. А вот Курочкин, Финдулова, Картавов и Калужин тоже. Калужинов поправил подполковник, поняв, что теперь уже не отвертец. Товарищ генерал-лейтенант, мне нужен приказ. Ты его получил? Нет? Я имею в виду письменный приказ. Ну, с указанием координат, стартовой позиции, эшелона цели. Ну, всем остальным. Горовой. Генерал снял очки и внимательно посмотрел на комбига. Я четко не догоняю. Ты слышал о такой штуке, которая называется военной тайной? Что ты слышал? Немного осмелев, ответил подполковник. Ну, мы просто засунем приказ в сейф и все, и с кабинета никуда не денется. Если бы Жуков каждый раз требовал у Сталина письменные приказы, мы бы сейчас с тобой служили бы в вермахте. Это в лучшем случае. Не самый худший вариант. Ухватившись за штуку, постарался перевести разговор горовой. Хотя я и понимал, что загнан в угол. Может, зарплата была бы приличная. А зарплата начальника моего штаба тебя не устроит? Хитро сочетился генерал. Хироков на пенсию собрался. Должность, да, ответственная. Но ведь генеральская. Звездочки опять же другие. Сначала три, потом, глядишь, одна, да побольше. Вы мне предлагаете новую должность? Прямо спросил горовой. Предлагаю. Прямо ответил Трекуров. Мне нужен письменный приказ. Не купился горовой. О твоем назначении? О боевом задании. А ты знаешь, что это не мой приказ? Глаза генерала округлились. Словно невидимые руки мгновенно вставили ему удивленные линзы. Это его приказ. Чей его? Его. Генерал показал глазами на потолок. Министра? Выше бери. Куда ж выше? Продолжал валять ваньку в горовой. Короче, подполковник. Трекуров снял очки и начал укладывать их в очешник. Я хотел по-хорошему. Не выходит у нас. Ты отказываешься выполнять личный приказ Верховного. Я тебя правильно понял? Так, давай. Давай дела. Буду в Крым. Только смотри, одно слово о нашем разговоре. Верховный вам лично дал приказ, спросил горовой, глядя куда-то помимо Троекурова, словно за спиной генерала возникла вдруг какая-то новая фигура. Нет, передал снарочное, попробовал съязвить генерала, но у него не очень выходило. Под расписку в журнале. Ты что, как курсант, в самом деле? Троекуров уже начал уставать от этого разговора. Он был совсем не дурак и понимал, что действительно приказ идиотский. Это на языке гражданских. Хорошо, я согласен. Горовой встал, начал разминать ноги, сгибая и разгибая их в коленях. Что, затекает коленки-то? По-отечески, спросил генерал. Да, и поясница что-то дурака начала валять, осознав, что проиграл. Успокоился подполковник. Старость нерадости. Не переживай, выполнишь задание, слетаешь ко мне на недельку в Москву. Я тебя за руку свожу к полковнику Сергею Федоровичу Глушкову, начальнику лаборатории рефлексотерапии в Мандрыкове. Он тебя за один сеанс на ноги поставит. Ноги будут, как у жеребца, про спину забудешь. И хуй будет стоять, как у Гагарина. Да, а я все думал, почему он разбился. Рычаги-перепутал. Из Украины, отдаст границу украинцам. И тогда вот эти вот плотницкие, захарщики, они просто растворятся в воздухе. И вы их больше никогда не увидите. Ну, может быть, увидите на скамье посудимых, если повезет. Вот так обстоят дела. Ну, про Крым не скажу. Ну, по крайней мере, с тем, кто придет на место Путина, об этом можно будет разговаривать. А война точно закончится, потому что это личная война Владимира Путина. Вопросы? Сергей, а там есть план А, план Б? Ну да, нарываемся на скандал. Там будут казаки, русский художественный союз имени Михаила Архангела. Ну, нет, я жучу. Ну, это презентация будет такая камерная в литературном интеллектуальном клубе «Шагалл» 10 июня в 8 часов вечера. Там надо уже практически все места расписаны. Народ очень интересный. Может быть, будет трансляция, я не знаю, вряд ли будет прямая, но в записи это появится. Я уверен, если нам дадут это провести. Ну, а там дальше посмотрим, потому что я считаю, что эта книга, она в России будет даже более популярной, чем в Украине. Потому что она, в общем-то, про Россию сегодняшнюю. У меня банально, того вы или нет, антипропагандой российской и путинской. И не боитесь ли вы за здоровье, жизнь, вот, ну, все может быть? Все равно это идет, вопреки, как бы, противоречит тому, что нам и всему миру дают оттуда. Ну, я понял, ну, я же не дурак, я, конечно, осознаю все риски, но эта книга, как аэропорт, это моя охранная грамота. Если они хотят, чтобы весь мир прочитал эту книгу, ну, пусть они сделают мне бесплатную рекламу, сломают мне пару пальцев и разобьют голову. Если они хотят, чтобы весь мир прочитал, ну, пусть они меня убьют, им это надо. У меня вопрос. Скажите, в России уже кто-то читал эту книгу? Очень много людей. И какая реакция? Реакция самая доброжелательная. Отлично. Ну, если вы прочитаете в фейсбуке, там очень много на странице романа, страница называется «Рейс Сергея Бойко», там есть ссылки на отклики литераторов, политиков, писателей, поэтов, критиков российских. Все как один сходятся в том, что это книга необходимая в сегодняшний раз. И еще вопрос. Есть ли какое-нибудь хорошее событие в прошлом, в настоящем, возможно, в будущем, о котором бы вы хотели написать? Спасибо. Ну, в смысле, вы имеете в виду, что я пишу про плохие события? Самое счастливое событие, какое-то позитивное. Ну, я вот в прошлом лето поймал щупу на 6 килограмм. Об этом роман. Ну, в Новый Аэропорт, а там есть этот сэм. Трибунал как каракер. Вот такие романы, как аэропорт, как рейс. Вы себя там не находите? Спасибо за вопрос. Нет, конечно. Ну, понимаете, мой творческий метод, я уже так говорю, как какой-нибудь, как у Бугакова были эти два там персонажа. Слушай, значит, у меня творческий метод как можно меньше выдумывать. А все брать из жизни. Вот, ну, мне говорили, а, вот, Скобичевский и Панарин, да, там, я как писатель Скобичевский тоже творческий метод имею. И вот мой творческий метод ничего не придумать, потому что life is stranger than fiction. Жизнь, она, как Алиса говорила, страншая в одном переводе, а в другом она говорила чудесатие. Все чудесатие и чудесатие. Поэтому жизнь такая удивительная штука, что не придумаешь некоторых вещей. Вот в этой книге очень много непридуманного. И в романе «Аэропорт» там есть главный герой, который был мне необходим для того, чтобы связать вот эти вот рассказы отдельные и превратить их в роман, попытка которой, на мой взгляд, не очень удалась, в отсутствие таланта и опыта. Я наделил его, этого главного героя, ну, чтобы не придумывать своим детством, какими-то деталями своей жизни. Сообщить, чтобы пришло больше людей. Ну, интригу вы уже поняли, 10-го числа Москва, что там будет дальше. И решили все-таки делать второго, несмотря у нас было всего 2 с половиной дня, для того, чтобы сообщить городу Харькову. Я не могу не сказать, я был приятно удивлен, город так откликнулся, приятно, что не было раньше. Все, конечно, сейчас очень хорошо. Нам дали зал. Вот спасибо руководству университета, всем работникам, операторам. Спасибо всем храматским организациям. Они так хорошо откликнулись и помогли нам во всем. Канал «Симон» очень хорошо помогал. От вашего лица я хочу сказать Сергею Ивановичу спасибо большое. Ребята, он приезжает к нам уже четвертый раз, да? Мои друзья в Чикаго 8 лет. Просит, чтобы он приехал, мы приезжаем. Давайте попросим, чтобы он поберел себя и пришел его еще к нам. Правда, нет? Спасибо. Автограф сессии на... Спасибо. Вы уезжаем. Мы всех вам. Я проявляю вас в Семенов. Живо, здорово. Даже в 50-40. Все где-то. Медленно так. Вот, да. О, стой, да. А ну, нажми. Спасибо. А ну, нажми. Если есть почему, я просто... Спасибо. Продолжение следует...